МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Казахстан я привез коллекцию работ тех авторов, которые очень популярны в Японии. Их картины можно найти в ведущих музеях мира. История японской печатной графики берет начало VII века н.э., когда печатным методом воспроизводили изображения Будды, и с тех пор техника достигла высокого уровня. В Японии графическое искусство неразрывно связано с культурными традициями. Самая легендарная фигура выставки – художница Тока Шинода. В 106 лет она находится в полном расцвете творческих сил. Внимание зрителей привлекают и произведения Такаши Хирамицу. Сюжеты его картин связаны с японской мифологией и театром Кабухи. Организаторы приглашают всех желающих посетить выставку и найти ответы на загадки японской графики. Известный арт-дилер Норман Толман рассказал, как он решил организовать выставку в Казахстане. В Казахстане я впервые побывал пять лет назад. Как международный арт-дилер я обычно много путешествую. Из Японии я часто летаю в США, Европу, страны Ближнего Востока. Я обычно путешествовал через Сингапур. В какой-то момент я попросил своих помощников найти новый маршрут. И они нашли на карте вашу большую страну – Казахстан. После нескольких транзитных посещений я понял, что здесь мало кто знает о современном японском искусстве. Поэтому я решил привезти сюда признанные работы. Я хотел бы, чтобы как можно больше людей по всему миру познакомились с этими уникальными произведениями искусства. В столице прошел концерт казахстанского мультиинструменталиста Алмата Сайжан под названием «Коннер». На сцене органного зала Казахского национального университета искусств в этот вечер выступили ученики Алмата Сайжан и его коллеги. В этом концерте Алмат себя показывает с нескольких граней, можно сказать. Во-первых, как исполнитель-кабзист. Во-вторых, сегодня будет его свое авторское сочинение звучать, то есть как композитор. И также, можно сказать, как преподаватель, потому что на этом концерте участвует его ученица. Алмат Сайжан и Арман Джаим недавно завершили работу над масштабным проектом «Онтология казахской кабызовой музыки». За этот год было издано три сборника, в которые вошли сочинения Алмата Сайжан, Армана Джаима и Ткали Джаимова, а также других казахстанских композиторов, народные кюи, переложения французских композиторов. Как учитель, он очень требовательный. Он требует от своих учеников, чтобы их исполнительское мастерство было на высшем уровне. Также он очень разносторонний, многогранный человек и старается нам прививать то же самое. Он всегда говорит, чтобы мы освоили жетэген, сэвэзгэ, так как это все может нам понадобиться в будущем. Он считает, что музыкант не должен мыслить узко, он должен владеть несколькими направлениями. В Алматы в Центральном государственном музее проходит выставка, посвященная закрытию Семипалатинского полигона, который просуществовал около 44 лет. Первый ядерный взрыв был осуществлен в 1949 году, последний – в 1989. В это же время Лужа Сулейменов создает движение «Невада-Семипалатинск», объединившее противников ядерных испытаний по всему миру. Территория та, которая находилась очень близко к испытательному полигону, она, конечно, еще пока непригодна. Но есть места, которые немножко в отдалении находятся. Есть такое озеро, называется Атомное озеро, Атом-Коль на Казахском. Там рыба водится, там появляется какая-то живность. Это говорит о чем? Это говорит о том, что когда ученые измерили уровень радиации, оказалось, что она приближается к природной. Экспозиция состоит из двух разделов. В первом представлены материалы, рассказывающие о роли Нурсултана Назарбаева в объединении усилий мирового сообщества против гонки вооружения. Во второй части можно ознакомиться с документами о создании первой советской атомной бомбы, газетами, книгами и фотографиями проводимых испытаний на Семипалатинском полигоне. В завершении выпуска афиша ближайших событий. 13 и 14 декабря во Дворце Школьников состоится зимний фестиваль «Праздник джаза» в Алматы. 14 декабря в «Намад Сити Холл» начнутся гастроли имперского русского балета. 14 и 18 декабря в Театре имени Лермонтова пройдет премьера постановки «Примадонны». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова